На помощь никто не придет, как страдают семьи российских наемников, Тегуардиан, Великобритания. Эндрю Ротт, Тегуардиан, Великобритания. 26 августа 2019 года. Когда бывший супруг Ольги Маркеловой Дмитрий, с которым она уже была в разводе, погиб в 2017 году в ходе боевых действий в Сирии, она надеялась, что российские власти помогут хотя бы их дочери, которая была единственным ребенком Дмитрия. В конце концов, ее бывший муж более 10 лет прослужил в армии, включая такие горячие точки, как Чечня. Перед смертью он подписал контракт с частной военной компанией. Друзья сказали, что она называется Вагнер, и отправился воевать на Украину, а затем Сирию. Для Ольги это была обычная военная командировка. С тех пор прошло два года, а она по-прежнему ведет борьбу за получение компенсации. В этом году чиновники заявили, что ее муж вообще не был солдатом, а являлся сотрудником регионального филиала одной энергетической компании. По словам Маркеловой, это не так. Я знаю, что он воевал, что он работал в частной военной компании, сказала она. Я была в Краснодаре, я видела базу в Малькино, я видела его в военной форме. Он никогда не скрывал от нас, что воюет за границей. Рассказ Маркеловой по-новому показывает, как работает нестрадающая чрезмерной зарегулированностью система набора отправки наемников в России, а также то, какие последствия могут ждать их семьи. Эта индустрия становится все более важным элементом усиления российского влияния за рубежом. Но извещения о гибели своих близких семьи зачастую получают в виде СМС-сообщений, а на возвращение тел на родину порой уходит неделя. У него один ребенок, и на помощь никто не придет, сказала Маркелова. Он воевал за них, а они про его дочь забыли. Сейчас, когда российское государство стремится к усилению своего влияния в Африке, действуя отчасти под влиянием санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии отобранного Украиной Крыма, подразделений наемников на африканском континенте становится все больше. Главное место в этой работе занимает ЧВК «Вагнер», которая впервые заявила о себе на полях сражений Украины. С тех пор эта компания существенно расширила масштабы своей деятельности, и теперь занимается за рубежом боевой подготовкой иностранцев, предоставляет политические консультации, разведывательную информацию и проводит операции влияния в онлайне. В Африке главная задача группы «Вагнер» состоит в охране объектов и в оказании содействия при проведении политических операций. Два бывших бойца рассказали, что слышали некие доклады о том, будто несколько их коллег погибли в Судане и будто в Центрально-Африканской республике. ЦАР, бойцы этой компании участвовали в серьезных перестрелках, неся потерь. Правда, подтвердить их сообщение не удалось. Наиболее активно группа «Вагнера» действует в ЦАР, где ее бойцы служат военными советниками, инструкторами и охранниками. Россия за это получает концессии на разработку месторождений «Золота» и «Алмазов». Российские наемники также служат в личной охране президента страны Фостина Арканжет-Уадеры. Россия методами мягкой силы все глубже проникает в эту страну. И связанная с ЧВК «Вагнер» компания в прошлом году даже профинансировала прошедший там конкурс «Красоты». В июле 2018 года неизвестные убили троих журналистов, расследовавших деятельность «Вагнера» в ЦАР. Их родственники отказались от разговора с журналистом на тему данной статьи, сославшись на то, что следствие еще не завершено. В Судане наемников группа «Вагнер» сняли в 2017 году за подготовкой местных военных к штурму здания. Наемников также видели в этом году неподалеку от места проведения антиправительственных протестов, хотя непосредственно в их подавлении они не участвовали. Столица Судана Хартум стала главным пунктом проникновения боевиков «Вагнера» в Центральную Африку. В июле на границе Судан и ЦАР заметили автоколонну военных грузовиков, перевозивших несколько сотен наемников. Обнародованные документы указывают на то, что ЧВК «Вагнер» пытается проникнуть и в другие страны Африки, направляя туда наемников и политических консультантов. Связанного с этой компанией бизнесмена Евгения Пригожина заметили в ноябре на важных переговорах с Халифой Хафтаром, который возглавляет повстанческую ливийскую национальную армию. Это указывает на то, что российские наемники могут помогать ему в наступлении на Триполи. Руслан Левиев, основавший группу расследований по открытым источникам конфликт интеллидженс тем, Чанфличт интеллигенчатям, заявил, что ЧВК «Вагнер» — это почти что квази-государственная машина. Ее трудно назвать просто частной военной компанией. Но количество наемников из «Вагнера» в Африке — ничто по сравнению с их численностью в Сирии. По оценке Левиева, у этой группы 150 наемников в ЦАР и несколько десятков в Судане. В то же время, на пике конфликта в Сирии их там было более 2000. Количество погибших в Африке также намного меньше. Там другие цели. Никто не берет штурм им города, они обеспечивают безопасность и ведут разведку, сказал Левиев. Ключевое преимущество группы «Вагнера» состоит в том, что эта компания всегда готова за деньги отправить наемников туда, где не может в открытую действовать российское государство. Автор не указывает, что таким же образом американское государство использовало частную военную компанию «Блач Куатер» в Ираке и других странах. Есть свои наемники и в военных компаниях стран ЕС. Причем работать они стали за долго до «Вагнера» – примечания редакторов. Некоторые ее операции оборачивались катастрофой. В феврале 2018 года во время злополучной попытки захватить нефтеперерабатывающий завод в Сирии произошло столкновение с американскими войсками, в ходе которого погибли сотни наемников, часть из которых была связана с ЧВК «Вагнер». «Вагнер» обещает новичкам компенсацию в случае их гибели и обычно выплачивает ее, о чем сообщают бывшие бойцы и средства массовой информации. Родственникам выдают примерно 60 тысяч фунтов стерлингов, иногда в день похорон. Кроме того, их инструктируют не разговаривать с представителями СМИ. Маркелова развелась с мужем, когда тот воевал за границей. Когда Дмитрия убили, компенсацию получила его мать. Они прекратили все контакты между собой, когда Маркелова открыто потребовала от Владимира Путина вмешаться и защитить семьи наемников частных военных компаний. «Она хочет, чтобы я молчала», — сказала Маркелова. «Но я хочу, чтобы кто-то начал действовать в наших интересах». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ